Доброго времени суток, уважаемые контрагенты! Прежде всего это видео для вас. И я вновь показываю постановление правительства Российской Федерации 3 марта 1997 года номер 240 об утверждении перечня должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной энергии. Изменения этого постановления последние произошли 20 июля 2011 года. Это видео будет называться «Самая страшная тайна научно-практического центра АКМЕ – Лаборатория психологического обеспечения». Тайна очень проста, не соответствует реальной действительности, которая нас окружает, и заключается она в следующем. Научно-практический центр АКМЕ осуществляет сопровождение деятельности персонала ядерно-топливных предприятий, лиц опасных профессий, занимающихся эксплуатацией источников ионизирующего излучения. Всего таких направлений областей деятельности этим приказом устанавливается 10. В предыдущем видео я подробно о них, о всех проговорил. Смысл заключается в том, что научно-практический центр АКМЕ – Лаборатория психологического обеспечения в своей деятельности, в основе своей, исходит исключительно из социальной составляющей отношения к людям. Речь идет вот о чем. Мы готовы проводить наши психологические обследования, если не сказать бесплатно, то по себестоимости, очень дешево. Если мы будем получать на обследование персонал, ведущий технологический процесс, социальная составляющая всех этих вещей, процедур, процессов, диагностики и так далее, она прежде всего завязана на людях. Понятно, что проходит обследование директор, главный инженер, заместители и так далее, начальники отдельных производств, но самое главное по постановлению и в наших сердцах, в наших душах, может быть, вот так вот метафорически выражаясь, на первом месте всегда стоит персонал, ведущий технологический процесс. То есть это не руководители, не ИТР, инженерно-технические работники, а рабочий персонал. Для нас он крайне важен. И если мы слышим от нашего контрагента, звонит мне директор, там главный инженер, кому-то там из руководителей поручили, допустим, начальнику отдела труда, техники, безопасности и так далее, и говорит мне Виктор Николаевич, у нас вот, допустим, два человека руководящего состава, два человека ИТР, а, допустим, десяток человек, это персонал, ведущий технологический процесс. Сердце у меня радуется. И в этом случае я иду на всяческие уступки, двигаюсь в цене, послабление, стремлюсь как можно больше захватить в своей деятельности, в диагностике прежде всего, персонал, ведущий технологический процесс, то есть рабочий персонал. Моя задача, моя личная задача, как директора научно-практического центра, моих сотрудников, заведующих ЛПФО, очень, очень на первом месте, они сосредоточены и я в том числе на том, чтобы мы оказывали наибольшее внимание именно рабочему персоналу, простым людям, работающим на этих потенциально опасных производствах. Это самый главный секрет научно-практического центра. Мало сейчас кто заботится о простых людях, народ живет очень сложно, трудно, экономическая ситуация очень сложная, политическая ситуация сложная, правительственная ситуация очень сложная, со всеми этими, значит, реновациями, он вам не Димон Медведевым и так далее, и так далее, и так далее, Навальным и так далее. Ну, одним словом, мы стараемся, заботились и продолжаем стараться заботиться, прежде всего, о простых работниках, о простых рабочих. Для нас это очень важно, социальная составляющая. Если я слышу от директора, который мне звонит и говорит, Виктор Николаевич, давайте мы у вас пройдем обследование, но сделайте нам скидку. У нас там рабочий персонал, пускай 10-15 человек, в любом случае, я всегда иду навстречу без исключений. Я готов обследовать, повторюсь, обследовать, делать ПФО для любого человека, в том числе для директора, главного инженера, кого угодно, практически по себестоимости, крайне низкой цене, в пределах 4-5 тысяч, если в этой заявке на ПФО существует персонал, ведущий технологический процесс. Не устану об этом повторять, это очень важно. Социальная составляющая на первом месте, все остальное для нас вторично. Как это ни странно, звучит в реалиях Российской Федерации, в реалиях всех обстоятельств нас с вами окружающих. За копейки готов только, чтобы хватало на отправку материалов, за налоги заплатить персоналу своему, работникам своим заплатить деньги. И все по минимуму, буквально по себестоимости, готов все это осуществлять и делать, если мы обследуем рабочий персонал. Это всегда радует. Всегда задаю вопрос таким людям, директорам, которые мне звонят и спрашивают, вот как так, и так, и что, и как, и зачем. Всегда говорю о том, что на первом месте у нас идет человек, кадры решают все. Безопасность любого производства зависит от человека. Хорошо, директор сидит в кабинете, главный инженер в кабинете, начальники цехов где-то там ходят и еще что-то, а персонал непосредственно работает с какими-то опасными веществами и так далее. Если мы это видим, понимаем, что у человека есть заинтересованность, я даже говорю, позволяю себе в телефонном разговоре с директором сказать, что давайте, значит, мы обследуем этих людей, обследуем очень дешево по себестоимости, и вы в дальнейшем предпримите какие-то шаги, чтобы этим людям помочь. То есть мы всегда в своих заключениях пишем рекомендации, допустим, консультацию специалистов, будь то терапевт, офтальмолог, хирург, там еще что-то, какие-то рекомендации по психологическому состоянию, психологическому состоянию этих людей, рабочего персонала прежде всего. А вы со своей стороны выделите им какие-то дополнительные, вы дадите какие-то дополнительные префиниции, то есть пролечите их, отправите на, допустим, еще что-то, какие-то курсы, там я не знаю, выделите средства на поддержание своего здоровья. Парадокс заключается в том, что люди, которых мы относим, еще один парадокс, которых мы относим ко второй группе, группе риска, это не значит, что они там алкоголики, наркоманы, тунеядцы. Вот странное дело, спрашивает у меня директор. Ну хорошо, Виктор Николаевич, выделите вы главного инженера, отнесете его в группу риска, во вторую группу. Мне что его уволить? Он у меня не пьющий, ничего. Господь с вами, говорю, уважаемый господин директор. Смысл заключается в том, что, скорее всего, это очень ответственный человек. Он расплачивается своим здоровьем за продуктивность своей деятельности. Это не значит, что он болен. Это вовсе не значит, что он болен. Это значит, что он ответственен. И так далее, и так далее, и так далее. Также выявляем, о, директору сообщается, у нас там зам или начальник цеха такого-то, отнесен психологической лаборатории во вторую группу, не дай бог, в третью. Это свидетельство не того, что он болен. Это свидетельство, наоборот, о том, что у человека существует ответственность, работоспособность. Он расплачивается своим здоровьем. У него гипертония. Не дай бог, инсульт. Не дай бог, там инфаркт миокарда. Еще что-то. Там язвенная болезнь желудка. Это не значит, что он должен быть сокращен и уволен, не соответствует своей должности. Его надо поддержать, выделить ему дополнительную путевку. Если это происходит еще не просто в отношении руководства предприятия. Понятно, что главный инженер, директор в большей степени пересекаются там со своими замами, и так далее, и так далее, и так далее. А если руководство предприятия в нашей нелегкой ситуации еще вспоминает о персонале, ведущем технологический процесс, о рабочем персонале и относится к ним также ответственно и понимает, если рабочий попал во вторую группу и у него диагностирована гипертоническая болезнь, свидетельство это того, что он не вовсе плохой работник, и его надо увольнять, а о том, что надо его поддержать, выделить ему какую-то путевку, какие-то средства, поговорить с ним, обратить на него внимание. Он выполняет свою деятельность, но на благо предприятия, он зарабатывает деньги от, как говорится, да, то есть уже повторюсь, от человека зависит все, на первом месте у нас люди. Это не значит, что его надо увольнять, сокращать и так далее. Его надо поддержать, и возможно в дальнейшем директор, главный инженер получат от этого работника, от этого рабочего персонала, от отдельно взятого человека уважения, почет, скажут, да, вот был директор, вот был главный инженер, и путевки выделял, и материальную помощь оказывал, и может быть какие-то там, оплачивал часть медикаментозного лечения, или еще как-то поддерживал, тогда люди будут помнить, знать и понимать. Вот это и называется социальной составляющей в работе лаборатории. Мы нацелены, прежде всего, не на формальную сторону вопроса, мы не рубим деньги, мы стараемся выжить в этой нелегкой ситуации, заработать, чтобы оплатить налоги, все у нас по белому абсолютно, заплатить моим сотрудникам, стараюсь себя достойную зарплату, и одновременно думаю о том, в глубине души, всегда помню, на первом месте, все остальное вторично, 2, 3, 4, 5, все остальные вопросы вторичны, на первом месте идет социальная составляющая, работы лаборатории психологического обеспечения, забота о людях, кадры решают все, это было при советах, это осталось и сейчас, независимо от того, какой у нас политический, экономический строй и ситуация, вот я вам раскрыл эту самую главную тайну, кадры решают все, социальная составляющая, забота о людях, для нас являются первичными, на этом все, благодарю вас за внимание, и удачи вам!